Окей, все, можно начинать. Всех приветствуем. Мы начинаем, продолжаем, точнее, изучать книгу Рава Шерки «Святость и природа». И сегодня у нас новая часть этой книги, которая посвящена свободе выбора. И сегодня мы разберем вопрос непростой, есть ли на самом деле у человека свобода выбора или только это кажется. У нас есть такое ощущение, что она у нас есть, но если разобраться, углубиться в это, то вовсе не факт. Итак, глава «Свобода человека. Реальность или иллюзия». Основа морали в целом, так и иудаизма в частности, состоит в том, что у человека есть свобода выбора, что человек свободен в своих поступках и может выбирать, поступать хорошо или не поступать хорошо. Иначе, как мы могли бы требовать от человека какие-то действия делать, а какие-то не делать, если у него свобода выбора нет. Поэтому этот тезис о свободе – это вообще свобода морали. Это вообще основа морали. И свобода выбора также вытекает как моральная ответственность человека, так и надежда на улучшение жизни. Опять же, если человеку не нравится его жизнь, то как он может надеяться ее улучшить своими действиями, если у него свободы выбора нет. Но на самом деле, если мы задумаемся, углубимся в свои ощущения, разберем это умозрительно, тогда мы поймем, что это не так уже однозначно. Если мы рассмотрим, то окажется, что это на самом деле аксиома, некое положение, которое мы положили в основу строения морали, согласились считать, что это так. Но на самом деле не факт. Давайте разберемся. Человек живет в мире жестких законов. Яблоки всегда падают вниз с дерева, поскольку есть закон притяжения. Если мы заглянем внутрь человеческого тела, то обнаружим, что все системы тоже там действуют по жестким законам, тело функционирует по разным биомолекулярным реакциям, которые также постоянны и неизменны. Если мы посмотрим внутрь души человека, то увидим, что у души также есть некие постоянные функции. То есть в каждой области, которую мы исследуем, как внутри себя, так снаружи себя, мы находим жесткие законы. И при том, что у нас есть внутреннее ощущение, что у нас таки есть свобода выбора. На самом деле, если задуматься, то откуда в мире железных законов может взяться создание, которое не управляется ими. Тем более, что если сознание, имеется в виду, человек находится в системе разветвленных связей со всеми другими созданиями. И поэтому возникает обратное предположение такое же, что на самом деле люди – это запрограммированные машины. Они подчинены силам природы. Поэтому все разговоры о свободе выбора – это всего лишь иллюзия. Это, собственно, вопрос, который здесь ставят Рафшерки. Мы ощущаем, что мы свободны, но когда мы исследуем весь мир, осознаем, что нигде, в общем-то, кроме этого нашего ощущения, нигде нет никакого повода думать, что человек свободен. Вот это первая посылка. Тут, собственно, вопрос. Этот вопрос понятен. Есть какие-то комментарии? Ну, вообще, это... Сказать, что законы жесткие в любой области – это не совсем так. Потому что, скажем, если мы смотрим ньютоновские законы, то они очень жесткие и детерминированные. А в квантовой механике будущее совсем не обязательно детерминировано. Так что сама физика, она даже уже сегодня находится в ситуации, когда будущее не является однозначно детерминированным. По крайней мере, на михе уровня из этого могут следовать и последствия для макроуровня. Но и кроме того, что не совсем непонятна фраза, что если мы заглянем внутрь души, то там тоже все детерминировано. Это я не совсем понял, почему. А что, Рафшерке приводят только примеры из физики, связанные с тем самым яблоком? Здесь, да. Здесь он приводит закон притяжения и некие законы души. Ну, мне тоже очень понятно. Я не очень понимаю. Честно говоря, вопрос очень-очень, конечно, существенный. Здесь даже возьмем квантовую механику. Там, конечно, есть некоторая неопределенность, что будет происходить. Но никакой свободы там, конечно, быть не может. Потому что свобода берется в душе, а не в квантовых взаимодействиях. Квантовые взаимодействия только дают как бы физическую основу для того, чтобы произошел сдвиг в одну сторону или в другую. А кто будет никакого управления этим, конечно, в квантовой механике нет. Но я согласен, что действительно есть вот такое очень сильное противоречие между тем, что в мире все более-менее, как бы, никакой... В мире физическом никакой свободы выбора нет. И откуда она вдруг возникает, это вопрос очень-очень серьезный, сложный. Не знаю, как на это отвечают материалисты. Откуда возникает свобода выбора, если исходно все физические законы. И я согласен, что это противоречие очень существенное. Ну, вот тут вот то, что написано на слайде, да, внутреннее ощущение свободы. Наверное, идея... Вообще, это ощущение чисто субъективное. Человек, который, к сожалению, да, от него не зависят, во всяком случае, две основные опорные точки в его жизни. А именно, когда он рождается, когда он умирает. Да, как о физической свободе нужно говорить. Внутри этого, внутри этого, он субъективно-субъективно может поступать так, как ему кажется, что это выполнение свободы. Например, может есть, что он хочет. Может пойти, куда он хочет, если у него и нет физической преграды. Но реально, в общем, может быть, что с точки зрения какого-то глобального плана, это все, как бы, не имеет значения. Только на уровне твоем, на уровне микрочастицы. Там все уже определено. Понятно, что в какой-то момент все умирают. Ну, так и все. О какой свободе можно говорить? Пока существует смерть, никакой свободы нет. Ты знаешь, здесь есть два совершенно разных вопроса. С точки зрения физической все детерминировано. Не в том смысле, что все рано или поздно умирают, а в том, что каждое твое действие детерминировано, каждый момент детерминирован. И совершенно другое, абсолютно другое, это представление о том, что есть некоторые общие законы, социальные и так далее, и как ты не двигайся, как ты не действуй, все равно ты не можешь их преодолеть. Это совершенно разные вопросы свободы. Все-таки то, что есть некоторые вещи, которые ты не можешь преодолеть, это совсем другая вещь, чем детерминизм, возникающий из-за того, что мир физический, а если душа – это что-то не физическое, то откуда с точки зрения материальности она может взяться? Это совершенно разные вещи. Я сейчас написал, по-моему, я не ошибся. Если на иврите, посмотришь как бы опять-опять. Но мы говорим «свобода», по-русски вообще не очень понятно, что это такое. Это такое на иврите, да? Ну, самое простое – это хофиш, правильно? Хофиш, насколько я понимаю, если я не ошибаюсь, это однокоренное слово просто от слова ЛХПС. И это как ложится схема. Все это время, пока человек может что-то искать, он чувствует себя свободным. Когда у него нет возможности осуществлять поиск, свобода кончается. Вот, пожалуйста, хофиш – это ЛХПС. Окей, окей. Это два совершенно сутеральных аспекта вопроса свободы. Если мы смотрим… Есть вопрос локальный или глобальный? Локальный вопрос входит в противоречие с тем, что если мир физический и материальный подход, то непонятно вообще, откуда может взяться свобода, поскольку в физическом мире никакой свободы нет. Откуда она берется при усложнении материи? Ну, усложнение, но и физические законы доминируют. Это совершенно один вопрос. Абсолютно другой вопрос. Абсолютно. Это вопрос не вопрос детерминизма. Вопрос от того, что глобально, что бы ты ни делал, то все равно будут некоторые законные истории и так далее. Это совсем-совсем другая вещь, чем физический детерминизм. Ну, хорошо. Для конца нам надо остаться на уровне то, что и осматривается здесь. Это все-таки вопрос внутреннего ощущения свободы против физического детерминизма. Да. Ну, посмотри, когда ты говоришь, что ты будешь делать, а что такое ты? Вот ты говоришь, что Пинкас сейчас будет делать? А что такое Пинкас? Пинкас, как минимум, у нас две составляющие. Ну, как бы стандарт, да, это физическая оболочка. Вот физическая оболочка, это сложная детерминация. Ничего не может делать. Не ходила болезни, не выздоравливает. Никто ничего не может сделать. Ну, вот молиться можно. Но теоретически как бы все запрограммировано. Нет, извини, извини, ты сейчас говоришь про нечто, что в любом случае произойдет, а вовсе не физический детерминизм. Я сейчас противоречить с физическими законами. Это на уровне могу я сейчас поднять правую руку или левую. То, что я сейчас говорю, это детерминировано или нет? Это все-таки мы на этом уровне рассматриваем. А вовсе не глобально можем ли мы преодолеть глобальную тренду? Это совсем-совсем другой вопрос. Раз, откуда свобода в мире жестких законов? Жесткие законы есть только в физике. Больше нигде в физике химии, так сказать. Больше нигде жестких законов нет. Я не буду упираться... А дальше вопрос глобальной тренды. Можем ли мы их преодолеть? Это все на разные уровни свободы. Я понимаю, Петь, но вопрос... Предыдущую фразу до конца. Человек, как минимум, это из двух частей. Часть первая. Это часть оболочка физическая. Вторая, которая, по-видимому, вот она-то отвечает за свободу. Она вообще ничем не меряется. То есть то, что называется душой, менталитетом, душой, все, что не определяется физически, вот это и является свободой. А это вообще непонятно, что. Потому что это невозможно не взвести, не определить, не пойти к врачу, а к психологу пойти. Но в принципе, что такое душа, никто не знает. Но именно она отвечает за свободу. Не так сказать. Не то, что душа, никто не знает, а что такое душа, наука, пока ничего. Да, правильно. Поэтому, что такое свобода, мы тоже ничего не можем сказать, потому что за нее отвечает. Мы не можем не делать у него ничего сказать, мы не можем ее научно измерить, а сказать по нему мы можем. Окей. Окей, хорошо. А тут руки... Пошли дальше. Нет, вообще-то есть понятная рука. Антон, мы слушаем. Антон. Антон, раз. А, подожди-ка, может, я сделал, не можно включать? А, нет, вот, да, добрый вечер. Да, все нормально. Слышно, да? Да, слышно, конечно. Ну, на самом-то деле, действительно, вот вы говорите про возможность повлиять на глобальные тенденции, но, по-моему, все-таки очевидно нет. То есть до тех пор, пока тенденция какая-либо не живет в себе сама, какая бы абсурдная она ни была, по-моему, как раз они и возникают у людей как заблуждение. И преодолеть их, скажем так, ну, не хочу называть, да, но мы сегодня видим массу тенденций в мире, которые, ну, в общем, могут выглядеть достаточно абсурдными. При этом они владеют миром. Понимаешь, если я хочу сказать, что это два разных вопроса свободы. Когда мы говорим сейчас жесткие законы в любой области, это свобода в смысле детерминизма прямого. Вот вы сейчас сказали фразу, вы были свободны ее сказать или было детерминистически предписано, чтобы вы ее сказали. Это один уровень. Вряд ли это на что-то повлияло, да, то, что я сказал. Секунду, 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 не в этом дело. Когда мы говорим жесткие законы в любой области, то, что у нас на экране, то это касается вашей возможности поднять левую, правую или правую руку или сказать то, что вы сказали. Именно здесь есть вопрос жестких законов. Абсолютно другой вопрос. Абсолютно другой. Насколько мы, будучи свободными, можем повлиять на мир? Это два разных вопроса. Первое – есть ли у нас свобода? Второе – насколько мы можем сильно повлиять на мир? Это разные вопросы. Давайте их разделим. Поэтому, если мы обсуждаем жесткие законы, то здесь противоречие внутреннего ощущения свободы и физики. И оно, безусловно, есть. А если вы говорите, насколько мы можем повлиять на мир, на всякие тенденции, это совсем другой вопрос. Это не вопрос свободы. Это вопрос, насколько у человека простого немного сил, чтобы изменить мир. Это совершенно другой вопрос. Окей. 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 Хорошо, продвинемся, да, если у кого больше вопросов. А, вот, Миша, да. Миша. Миша, мы тебя слушаем. Я просто хотел сказать, есть замечательные рассказы Цфейга «Звездные часы человечества». И там как раз рассказывается, что бы было, если бы груши повернул направо, а не налево. То есть, всякие ситуации, когда какие-то вроде бы случайные действия действительно влияли на мировые события. Я думаю, что есть смысл это прочесть. Советую. Все. Спасибо. Принято. Идем дальше. Да. Мы, собственно, решаем сейчас вопрос. Да. Вот то ощущение свободы, которое у нас у каждого есть, да, правую руку поднять или левую, да, это на самом деле свобода или это просто иллюзия. То есть, у меня уже встроено, как бы, какую я руку подниму. И потом задним числом у меня возникает ощущение, что это я решил, да. Вот это ощущение, это истинная иллюзия, да. Вот этот вопрос, собственно. И перейдем к следующей главе. Вначале мы разберем предположение о том, что свободы нет, что вот это ощущение, что я свободен, что у меня появляются желания, и я дальше им следую или не следую. Это все иллюзия. И потом мы разберем вопрос, предположение, да, о том, что свобода есть. Итак, детерминизм. И вот это предположение о том, что человек не свободен, поскольку подчинен определенной закономерности, это предположение на самом деле принято сегодня многими мыслителями. И все эти мыслители придерживаются детерминизма, да, в разной форме. Детерминизм — это концепция, согласно которой все явления, как внешние, природные, социальные, так и внутренние, психические, все они взаимосвязаны, взаимообусловлены, а следовательно предопределены. То есть мир представляет собой закрытую структуру, и если мы будем знать все исходные данные, все, что влияет, например, на человека, тогда мы можем предсказать его следующий шаг и предсказать, куда он в конечном итоге придет. Вот это вот называется детерминизм. И пробуждение желания у человека, которое внезапно у него просыпается, дальше он действует по этому желанию или против. Пробуждение желания также подчиняется законам причинности, так как оно обусловлено строением души человека, событиями, происходящими вокруг него. И все эти факторы, они подчинены неизменным законам. И поэтому следствие, которое вызывает вот эти жесткие обусловленные причины, оно тоже обусловлено, следовательно предопределено. Итак, это вкратце концепция детерминизма. И эта идея о детерминизме принимала разные формы на протяжении истории. В дальневосточных учениях есть понятие кармы, понятие судьбы, рока или мойры в Древней Греции, фатум в Древнем Риме, предопределение в сунистском исламе, разные виды астрологии. Тут все просто, на самом деле мы видим, что в традиции так или иначе вот этот детерминизм был представлен в самых разных традициях и в разные эпохи. Теперь современная культура. Теперь, одну секундочку. Здесь я категорически не согласен, совершенно категорически. Потому что детерминизм и предопределение – это абсолютно разные вещи. Здесь они как бы соединены в один. Их нужно абсолютно разделить. Детерминизм означает, что я не могу поднять правую или левую руку, это предопределено. И этого нет ни в карме, ни во всем, что здесь перечислено. Здесь перечислены концепции предопределения, а вовсе не детерминизма. И действительно, в традиционных культурах многих есть идея предопределения. В иудаизме, кстати, она тоже несколько есть. Можно здесь обсуждать, типа того, что божественное решение все равно будет осуществлено, независимо от того, что человек делает. Поэтому другой вопрос, что можно обсуждать, так это или не так, это отдельная тема. Но можно найти элементы этого в иудаизме. И все, что здесь перечислено – это предопределение. Это не детерминизм. Потому что детерминизм появляется только когда мы знаем физику, когда в физике появляются формулы. Когда эти формулы говорят, что физические объекты перемещаются именно так, и мы спрашиваем, а что же такое душа, есть ли она вообще. Ни в одной из этих традиционных культур нет идеи, что души не существует, а есть только физическая. Поэтому никакого детерминизма в традиционной культуре не существует. В традиционной культуре существует предопределение. А детерминизм – это последствия физики 17 века. Это совершенно разные вещи. Может вопрос от этого предопределения. Карма устанавливает, на ком человек женится, когда он… Ну, это то же самое. Все, что здесь перечислено – это предопределение, это не детерминизм. Детерминизм – это физическая невозможность сделать какое-нибудь действие. Потому что только оно ходит в противоречие с физикой. И это чисто западная вещь 17 века. Еще раз хочу подчеркнуть. Его не было до Ньютона. Сейчас, секундочку. Его не было до Ньютона и не могло быть. В традиционных культурах нет никакого детерминизма. Потому что в традиционных культурах есть представление о душе. Вот когда после ньютоновской физики начался материализм и началось сведение всей нашей жизни к физике, то есть современный атеизм с его материализмом, вот только тогда возникает проблема детерминизма. Никакого совершенно детерминизма, но предопределение – да. А детерминизма – нет. В традиционной культуре нет и быть не может. Потому что в традиционных культурах всех есть представление о душе. А не что всех не сводится к материи. Ну вообще, очень может быть. Я посмотрел, честно говоря, я дико извиняюсь, просто на одной ноге в Википедии погуглил. Вот то, что Пинхас сказал, очень может быть, что это соединение двух вещей. Потому что здесь написано, что детерминизм – это теория взаимосвязи и взаимообусловленных. Согласно ей поступке человека, природное и социальное явление можно объяснить предшествующими событиями законной природы. То есть это означает, что нет никакой свободы выбора. Опять пересчитывая на нас вот то, что Пинхас говорил, ну то, что просто как бы совершенно красная тряпка, повторяемая бесконечно. Брит Бен Аптарин. Когда Аврааму в Брите с заветами и отзывчанными половинами было сказано «И знай ты, что потом свое будет 400 лет». А при чем тут вся история Иосифа, братья, все эти перипедии? Иосиф вообще не на вас, не предупреждены, должны были спуститься. Ситуация такая же с фараоном. Я ожесточу, и будет то, все, пятое-десятое, а потом вы выйдете. Ну так понятно, что А должны были спуститься, Б должны были выйти. Вот как бы, например, вещи. Например, дарование Тора. Это чем было? Оно было запрограммировано или нет? Либо это вышло? То есть какие-то вот это, понимаешь? А с другой стороны, тут кончается, что ты говоришь. Секунду. Еще так называют мир предопределенность всего происходящего. Вот предопределенность всего происходящего. И это, по-видимому, то, что было сказано Аврааму. А взаимосвязь и обусловленность всех поступков, вот это, наверное, детерминизм, так как это Рафшерки имеет в виду. Ну, это вещи абсолютно разные. Человек-марионетка. То есть когда мы, еще раз, у нас есть чувство свободы выбора, и оно противоречит физическим концепциям материализма, возникших вследствие ньютоновской механики, и не иначе. И это сугубо европейская концепция современной XIX-XX века, которая, значит, на науке построена. И абсолютно другая вещь, абсолютно, это предопределенность. У нас нет чувства, что мы свободны в смысле отсутствия предопределенности. У нас есть чувство, что мы свободны против детерминизма. Наше есть чувство, естественно, но не против предопределенности. Это абсолютно разные уровни. То, что здесь было, то, что здесь перечислено, марксизм и биологический детерминизм, психоанализ, социальный детерминизм – это не детерминизм, это предопределенность. Против них у нас нет естественного чувства, что это не так. Здесь можно и нужно спорить, но это разные вещи. Когда мы говорим о противоречии, несколько слайдов наверх, между чувством свободы и детерминизмом, еще наверх, вот здесь вот, да, то это не жесткие законы в любой области, извини, жесткие законы есть только и исключительно в физике, и они проверены. Все законы марксизма или психоанализа – это настолько, так сказать, вилами по воде писано, что они, конечно, пытаются их выдать за жесткие законы, даже психоанализ это вообще не так, на марксизм, допустим. Но он столько раз ошибался в своих предсказаниях, что назвать их жесткими законами никак нельзя. Поэтому слово в любой области нужно исправить на жесткие законы физики и больше ничего. В этом смысле, как только физика меняется, а она меняется, начиная с квантовой механики, то и противоречие это исчезает. Оно сегодня распространено. Сегодня мейнстрим атеизма действительно должен с этим как-то, я не знаю, как он отвечает, откуда берется, с точки зрения атеизма. Это конфликт только для атеизма, построенного, как я уже сказал, на ньютоновской физике. А больше этого конфликта никак вообще нет. А вот конфликт с предопределенностью – это другая вещь, это не внутреннее ощущение свободы, а это наша возможность повлиять на историю. Это совсем разные вещи. У нас нет этого внутреннего ощущения. Это наша идеология такая или другая, а вовсе не внутреннее ощущение. ...чего языц, да, так говорят по-русски. Ебеседа. Это детерминизм? Нет-нет-нет, я не это хотел сказать. Да, товарищ, знаешь, я хочу разделить детерминизм от предопределения. Это абсолютно разные вещи. Внутреннее ощущение свободы и жесткие законы здесь, в этом плане, в иудаизме есть эта проблема тоже, но она не с физикой связана, а с тем, что Бог знает, что мы выберем. Вот здесь действительно есть вопрос – наша свобода и детерминизм, возникающий из божественного знания. Но вовсе не с физики. И мы его в области иудаизма многократно отвечали на него и можем еще раз ответить и обсудить. Это важное дело в рамках религиозной теологии, скажем так, то есть религиозной философии. Но как с этим справляются материалисты, я не знаю. Потому что если души не существует, а печенка крови и сала, вот что душу образует, то печенки крови и сали, там только законы физики, химии. И больше ничего, откуда там берется свобода, непонятно. Вот фраза о том, что, как ты поступишь, честно говоря, она, в общем, как-то это ужасает. Но это и есть проблема религиозного детерминизма. И ее стоит обсудить. Это один вопрос. Я согласен. Ты прав, что это проблема. И да, ее стоит обсудить. Но это проблема религиозного. Ну, слушай, это же просто отбивается. Даже... Это совершенно как бы, ну, известная вещь. Тем же самым, опять же, Йосефом и предопределением, что спустятся в Египет. А Йосеф вообще ни в чем был не виноват. Послушай, послушай. То есть это был просто... Они разыгрывают. Расставь, расставь. Ты опять сводишь это все к предопределению, а не к детерминизму. Предопределение – это совершенно другая штука. С ней как раз очень просто. Что есть предопределение, а наша жизнь внутри этого предопределения вовсе не предопределена. Предопределены только какие-то реперные точки. Что обязательно уйдет в Египет и обязательно выйдет. А вот как уйдет в Египет и как выйдет – это зависит от нас. И все. Поэтому вопрос предопределения в аудаизме решается довольно просто. Что наличие реперных точек, которые непременно произойдут, вовсе не определяют, каким образом это произойдет. А вот каким образом – это, конечно, главный вопрос. И тогда Иосиф и его братья предопределено, что как-то в Египет спустятся. Но что спустятся путем продажи брата, такого конфликта и всего прочего – это отнюдь не предопределено. Поэтому Иосиф и его братья остаются на месте и все теологически увязывается. А вот вопрос, что если Бог знает все, что я выберу, в том числе подниму ли я правую или левую руку, и то, что я сейчас скажу, является свободен ли я после этого все это сказать и поднять правую или левую руку, это действительно проблема детерминизма. Ее ставит Майманит. И на нее тоже есть разные ответы, и можно их обсудить. Это религиозная проблема. А вот жесткие законы в любой области – это проблема атеизма, а вовсе не проблема религии. Потому что еще раз, жесткие законы – это только современный уровень физики. Он распространен сегодня, он мейнстрим сегодня, но будет ли он завтра – совершенно неизвестно. Окей. Антон, слушаем. Ну, на самом деле, наполовину вещей уже обсудили. Действительно, детерминизм – это, пожалуй, когда мы знаем, куда это все придет, пытаем, вернее, утверждаем, и знаем, по какой траектории. А предопределение – да, мы только знаем тот результат, который будет, а по какой траектории это, как говорится, предопределенно быть не может. Это то, что Пинхас сказал. Я хотел спросить, а понятие вероятности – это же совершенно физическая, математическая величина. Антон, вы правы в том, что своеменная квантовая механика оперирует понятием вероятности, а вовсе не понятием свободы. Я согласен. Но это своего рода, это атрибут свободы выбора. Одну секундочку, нет, нет, нет. Это наличие вероятностной модели позволяет склеить свободу с физикой. То есть, может быть, опять-таки, только если принять существование души. То это снимает то, что называется психофизический парадокс. То есть, как может душа, если она нематериальна, повлиять на физические процессы, которые материальны? Ответ, что физические процессы материальны, но вероятностны. И вот душа, будучи нематериальной, может повлиять на выбор внутри этой вероятности. Это решение знаменитого декартовского психофизического парадокса. Но еще раз, что здесь всюду вопрос, является ли душа отдельной сущностью. И я сказал, что для религиозного человека эта проблема есть, ее можно описать, но она связана не с жесткими законами, а с божественным знанием о том, что мы выберем. А жесткие законы внутренние ощущения свободы – это проблема для материалистического подхода. Что касается… И они действительно, некоторые материалистические подходы, хотят перечеркнуть внутренние ощущения свободы, которые они объявляют субъективными. На самом деле, внутренние ощущения свободы – это базовая вещь. И если теория противоречен базовым наблюдаемым явлениям, то тем хуже для теории. А вовсе не для базовых явлений наблюдаемых. Начиная с Галилея, эксперимент сильнее, чем теория. Поэтому, если можно поставить эксперимент, что я могу поднять правую или левую руку, то это эксперимент, который опровергает физический детерминизм. А уж как дальше будет построена теория и физика – это проблема физиков и теоретиков. А вовсе не проблема реальности и моего ощущения внутренней свободы. Да, да, абсолютно. Ну, и если дополнить, а не дополнить, а как можно вообще сравнивать внутренние ощущения и физику? Все-таки, может быть, мы тут сравниваем, сравниваются сравнимые ли вещи? То есть физика и внутренние ощущения человека. С точки зрения науки, это вещи, безусловно, сравнимые. Все наши внутренние ощущения подлежат такому же научному анализу, как и физика. Это в равной степени вещи. Поэтому, если материалистическая концепция, если человек в науке погружен в материалистическую концепцию, то он будет пытаться сказать, некоторые из них, что внутренние ощущения свободы – это ложная и субъективная вещь, потому что законы физики говорят, что ничего такого нет. Но на самом деле они сами этому не следуют, потому что они сами, хоть и могут это произнести, они не в состоянии сказать, что на самом деле то, что они сказали, это тоже было предопределено. Поэтому это вещь, которая висит в воздухе, а ответа не имеет в материалистической науке. Я только хочу подчеркнуть, также с точки зрения науки, внутреннее ощущение свободы – это факт, ничем не менее существенный, чем физические теории. Поэтому если теория этому факту противоречит, то тем хуже для теории, а не для фактов. Они могут сказать, что этот факт приборы не ломит, что оно субъективно, а не объективно. На самом деле тот факт, который есть у всех, он является объективным, он перестанет быть субъективным. Субъективным – это если только у одного человека есть такое, а у других нет, это называется субъективным. А если у всех людей есть, то это объективно. И то, что приборы этого не ловят, так это проблема приборов, а вовсе не проблема моей свободы. А если построят прибор, который будет ловить это субъективное ощущение? Вот когда построят, тогда поговорим. Окей. А вот Миша хочет сказать, он ближе всего, по-моему, из нас всех к настоящей науке. Миш, мы тебя слушаем. Нет, просто маленькое замечание, что не такой уж детерминизм, потому что всякие теории бабочек и влияние малых каких-то вещей, которые не очень поддаются описанию, он тоже существует в науке. Поэтому из точки зрения детерминизма там как бы не очень жестко. Окей. То есть ты хочешь сказать, что даже в науке не квантовой, в больших процессах тоже детерминизма не наблюдается. Правильно? Да, 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 именно это. Окей. Хорошо, пошли дальше. Ну, мы пойдем дальше по книге. С ней можно спорить, можно критиковать, но мы ее читаем. Итак, детерминизм в современной культуре, да, как называют это Рава Шерки. И в современной западноевропейской культуре есть тенденция утверждать, что определенные принципы поведения воздействуют на человека сильнее, чем его собственный выбор. И детерминируют его поведение. Рассмотрим подробнее. Вот, ну я кратко написал марксизм, на самом деле все глубже раньше началось. Это социально-экономический детерминизм или историзм. Или историцизм, да, разные есть. Он зародился в философии Гегеля и получил продолжение среди последователей Карла Маркса. Согласно этой концепции поведение человека определяется его исторической культурой, в частности, классовой борьбой. Тот, кто родился в среде рабочего класса, будет подвергаться попыткам эксплуатации со стороны владельцев капитала. Они будут предлагать ему потребительские товары по более дорогой цене. Это заставит его работать дополнительные часы на заводе. Это приведет к росту выпуска продукции, что в интересах владельцев капитала. При этом принадлежность к рабочему классу заставит человека приобретать более дешевые товары, чтобы тратить меньше денег. А это, в свою очередь, освободит время для того, чтобы планировать революцию, благодаря которой рабочий класс получит власть, и тогда социально-экономическая экономика перевернется. Послушай, мне кажется, что, во сколько мы уже сказали, что это не детерминизм, а предопределение, то все вот эти вещи, они все понятны, и, по-моему, можем пропустить их подробное прочтение, потому что здесь как бы даже смешно с этим спорить, понимаешь? Это настолько, настолько вещь ничем не подтвержденная, никакой, неким экспериментом, что, ну да, есть у некоторых такое представление. С точки зрения науки, все это, вот просто все, что здесь написано, все эти предопределенности, они просто не выдерживают никакой критики, к сожалению, настоящей науки, даже не религии, просто потому, что в эксперименте ничего такого не доказано. Тем более, тем более, что это все вещи вероятностные. Это не поведение человека, а поведение большинства людей. Все, что здесь есть, и психоанализы, и биологии, и социальные, это не предопределение человеку, это представление о предопределении большинству. Это примерно то, что Айзе Казимову было, как это называлось, его исторически этот самый, то есть в его романе, что развитие цивилизации, его можно предсказать, потому что, хотя отдельный человек свободен, а массы не свободны, и массы, значит, будут действовать так. И у него это предсказание работает только до определенного времени. То есть на 100 лет, на 150 в его романе предсказать можно, а дальше все, дальше тариктории настолько расходятся, что предсказать ничего нельзя. И уж в любом случае, это не касается детерминизма личности, это касается только детерминизма социальных групп, то есть основной массы. И даже в этом плане, что основная масса действует так, это все под таким большим вопросом, что, по-моему, все это можно пропустить и перескочить дальше. То есть ты хочешь сказать, что все вот эти учения, они на субъективное ощущение человека свободы никак не влияют? Абсолютно, просто ненасколько. Они все даже сами говорят только о мейнстриме, а вовсе не об индивидууме, даже сами. А то, что они говорят про мейнстрим, даже это не подтверждено никаким экспериментом. И много раз опровергалось их предсказания, сделанные про мейнстрим, сделанные на основании этого. Поэтому, по-моему, они сами не претендуют на противоречие свободе личности, а в смысле траектории масс они все провалились. Поэтому, по-моему, можем все это пропустить просто сразу. Не знаю, если Раф на нас не обидится, он будет пропустить. Ничего, не обидится. Миша поднял руку. Нет, просто он описывает это, но просто здесь что-то обидится. Раф Шерти считает, что надо все это описать. Но, по-моему, это описание читать нам и спорить с ним совершенно бессмысленно. Он просто хочет систематично подойти. Все совершенно замечательно. Но зачем нам это обсуждать, по-моему, незачем. Я абсолютно согласен с Петей. Единственное, с чем я не согласен, то есть факты просто противоречат. Экономическое поведение больших групп а как бы детерминировано на сотни лет. И мы видим, как бы, вот этот эффект колеи, он присутствует. И понятно, что это не связано со свободой выбора, но просто социальный детерминист существует и существует на протяжении сотен лет. И есть всякие характеристики, которые вы определяете. Здесь это все обсуждаемый вопрос. Можно ли выскочить из колеи? Из колеи выскочить трудно. Но даже и социумы это могут время от времени. Поэтому этот вопрос все как бы обсуждаемый, правильный, но не имеющий отношения к свободе выбора. Петя, я сказал, что я с тобой согласен, просто сто лет – это не предел. Есть это риски. Хорошо, отлично. Все, прекрасно. Пошли дальше. Миша, я с тобой согласен. Спасибо. Общие во всех этих подходах, принятых не только массами, но также философами и учеными, заключаются в том, что все они полагают, что человеческое поведение навязано, что желание – это иллюзия, а на самом деле выбор человека вынужден. В некоторой степени можно обвинить учения, отрицающие свободный выбор, в том, что их позиция освобождает человека от ответственности за свои поступки. Ведь только если человек действительно мог выбирать между А и Б, и он выбрал Б, тогда он должен давать отчет, почему он так выбрал. Но если бы он был вынужден выбрать Б, если он был вынужден, тогда на нем лежит ответственность. Стоять за каждым предпочтением и решением – это очень большая ответственность. Поэтому большинству людей психологически трудно принять идею, что поведение человека – результат постоянного выбора. И в отличие от всех этих подходов, Тора Израиля обращается к человеку как к свободному. И мудрецы Израиля склонны подчеркивать свободу, которой обладает человек. Необходимо выяснить, как и в какой форме возможно эта свобода. Здесь я хотел бы добавить, что освобождение человека от ответственности – это следующий шаг предыдущих вещей. То есть они говорят, что мейнстрим предопределен, поэтому к отдельному человеку не то, что его совсем освобождают от ответственности, а они сильно уменьшают эту ответственность. Все-таки ни один из этих концепций она не будет говорить, что убийца совершенно не ответственный, потому что его социальная жизнь к этому сдвинула. Они скажут, что к убийце нужно проявить снисхождение, потому что социальная жизнь его к этому принудила. Но действительно, они освобождают там воров от этого. То есть это очень вредное их влияние, я совершенно согласен, что они уменьшают или иногда даже освобождают ответственность, это будет более точно сказать. И это очень вредное влияние, но оно началось только в последнее время, и это следствие неомарксизма. Оно началось, по-моему, скажем, 30 лет максимум на Западе, но это следствие неомарксизма, а не представление о социальных процессах или чем-то таком. Это совершенно разные вещи. Представление о том, что есть социальная колея, она вовсе не освобождает человека от ответственности. А вот неомарксизм современный действительно пытается это сильно уменьшить. Миш, мы тебя слушаем. И я просто хотел сказать, что как бы то, что свобода существует, вернее, даже, может быть, больше спросить, ведь то, что свобода существует, наши решения, которые мы принимаем, чаще всего они настолько неоднозначны, что, во-первых, мы колеблемся перед этим, а потом еще долго считаем, почему я не принял то-то или другое решение, и сожалеем, и тому подобное. Это, по-моему, подчеркивает наличие свободы. Не то, что это какое-то решение, которое мы приняли однозначно, и точно так же, как историческое развитие, мы видим, какие были всевозможные подходы к тому, что, например, Путин стал, который резко изменил, а это было, в общем-то, в значительной степени случайность, там, и совпадение интересов нескольких каких-то людей, которые совсем не определены. И развитие пошло совсем не по тому пути. И еще раз вот в том же Цвейге. То есть, как бы, мне кажется, это очень понятно, что свобода выбора существует. На личном опыте просто каждый человек помнит, с каким-то дудом он принимал часто решения. Особенно это, мне кажется, касается и евреев. Размышлений, потом сожаления и не всегда согласия с тем решением, которое ты принял. Спасибо. Вообще, я вот очень осторожно скажу такую вещь, да. У меня такое ощущение, да, все-таки находясь какое-то время, мы расскажем, значительное внутри еврейской традиции, имея в виду традицию соблюдающих людей. Тогда возникает такое чувство, что вот эти вот разговоры о свободе, они, как бы, их задача объяснить или попытаться отойти от обратного то, что, казалось бы, кажется очевидным. О том, что человек, все действия которого, опять же, детерминированы, начиная с просыпания, можно начать перечислять, проснулся, спускает ноги, говорит моде, пошел в туалет, говорит о шире цар, дошел до раковины, на тела отъедаем, съел булочку, предшествует, и так дальше, да. И так до самого конца. Все, что человек делает, все совершенно. Значит, с точки зрения человека внешнего, это самый простой пример несвободы. Поэтому религиозные должны обязательно доказать, что вы не понимаете. Например, для того, чтобы принять Тору, могли принять только свободные люди. И поэтому, поэтому надо было вывести их из рабства. А с другой стороны, будут говорить, нет, были рабами у раба, потому что фараон тоже был раб. А вот рабы у Всевышнего, это не рабы, это настоящие люди. А с другой стороны, будут говорить, а вот приняли, да, свободные люди, а с другой стороны, над ними как корыто, и вот это вот внутреннее, мне кажется, внутреннее, ну как бы противоречие, оно все время находит в себе выражение. С точки зрения человека со стороны, со стороны, что очевидно, хофшиин, это люди, которых есть хофш, значит, хофш, он не обязан ничего по жизни делать. У него нет заповедей. Человек, у которого есть заповед, заповедано, то есть он обязан что-то все время делать. С нормальной точки зрения, что он свободный человек, у него все детерминировано, абсолютно. А что ему остается? Все? Самая нормальная позиция, последняя фраза, самая нормальная позиция нормального религиозного человека, она заключается в том, я делаю все, что от меня зависит. То есть я стараюсь максимально хорошо выполнить то, что мне сказали сделать. Что дальше произойдет, хозяин решит. Это свобода? Натан, то, что ты говоришь, очень важный вопрос. Он не связан напрямую с внутренним ощущением свободы. Итого у нас есть три или даже четыре самых разных вопроса. Давайте перечислим. Первое. Это вопрос противоречия внутренней свободы выбора физическим законам. Или это в материалистической сфере вопрос, а в религиозной он звучит так. Противоречия внутренней свободы выбора и тому, что Бог знает, что мы выберем. Это два варианта. Вопрос номер один. Вопрос номер два. Это, если есть предопределенность реперных точек, что обязательно уйдут в Египет и обязательно выйдут из Египта с большим имуществом, то где же здесь свобода? И здесь действительно ответ, что свобода, она в траектории, выборе траектории. И это важная тема для обсуждения. И третья, которую ты сейчас ставишь, совершенно другое. Что если очень много религий предписывает, то где же здесь свобода? Это третий вопрос. Очень важный, но третий совершенно не связанный. Ни с первым, ни со вторым. И каждый из этих вопросов стоит отдельного обсуждения. Но важно разделить эти три обсуждения. Второй вопрос мы на следующем занятии будем решить. Окей. Хорошо, движемся дальше. Да, ну, в принципе, да, Петр Ефимович уже суммировал, да. Только не надо, пожалуйста, этого, ладно. Петр Ефимович, я даже сразу вздрогнул, я не понял. Я остался, это было в последний раз в 70-х годах при советской власти. Петр Ефимович, если что, извините, хотел какое-то разнообразие внести, извините. Я не следовал свободу выбора. Я понимаю, что из Венипедии слово вычеркнуто в целом. Но можно. Но можно. Не, у Петр Ефимовича точно не может быть никакой свободы выбора, нам уже известны с прошлой жизни. Ну, вот видите, сколько аллюзий, да. Я, на самом деле, хотел именно и призвать, того, когда-то 40 лет назад перестал существовать. Окей. Да. Свободно перестал существовать. Принято. Принято. На самом деле, да, я именно хотел спросить и именно побольше времени уделить именно религиозному подходу к свободе выбора. Да, потому что мы с вами перебрали и марксизм, и физику, и психосоматику. Да, то есть, вот именно то, о чем говорил НАТО, да, вот в описании выполнения заповедей, вот именно религиозный подход к этому. Потому что, с моей точки зрения, например, для меня это наиболее интересный аспект. То есть, марксизм-то... Мы как раз к этому идем, это все придется. Отлично. Мы идем к марксизму, да. Ну, давай. Нет, к марксизму идем. Ну, да. Так, ну, тогда двинемся дальше. Следующий вопрос, который нам нужно разобрать, да, два понятия. Свобода выбора человека и право на свободу, которое установлено в Декларации прав человека. В современной культуре признано, что у человека есть права. И первое из них это право на свободу. Вот цитаты из всеобщей декларации прав человека. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Все они наделены разумом и совестью и поэтому должны поступать по отношению друг к другу в духе братства. На самом деле, право на свободу не имеет никакой связи со свободой выбора. Потому что право на свободу это чисто юридическое право, которое позволяет человеку действовать по своему желанию, в рамках закона, конечно. Однако это ничего не говорит о том, почему человек хочет действовать так, как он действует. И здесь вступают в игру все детерминистические подходы, согласно которым человек хочет, потому что он вынужден хотеть. Более того, можно сказать, что именно потому, что человек не свободен, мы должны оставить ему хотя бы юридическое право на свободу. Ведь если действие человека вынуждено, то его невозможно будет наказать. То есть, если мы практически все вот эти принципы, о которых мы говорили выше, зафиксируем, что ты родился в рабочем классе, и, соответственно, это естественно, что тебе не хватало средств, и ты чего-то украл в пределах тысячи долларов, тогда тебя мы не будем судить. Хотя, на самом деле, кое-где уже к этому подходит. Но изначально как бы юридическая мысль пришла к тому, что нужно зафиксировать. То есть, мы не знаем, свободен ли человек, но мы должны исходить из того, что он свободен, потому что иначе мы не сможем никого наказать, потому что и тогда в обществе будет хаос. И в этом смысл вот этой декларации. То есть, она просто дает право, фиксирует право человека на свободу, но она вообще не доказывает, что оно есть. И вот это объяснение... Но это совсем-совсем-совсем другая вещь, потому что право на свободу это совсем не... Как уже было сказано, не верится, что не к свободе выбора. Вопрос права человека это вообще другая вещь. Все люди ожидаются свободными. Что здесь имеется в виду? Свободными юридически, свободными... В смысле свободы выбора это все абсолютная демагогия в этом плане. А фраза на самом деле смысл. Все люди ожидаются свободными в смысле не рабами. В этом был смысл этой фразы свободы. Свободные в смысле не раб. Это совсем-совсем другое понятие свободы, чем все, что мы обсуждаем. Абсолютно. Поэтому здесь вектора права человека это совсем другое абсолютно понимание свободы, которое действительно юридическое и совершенно не имеет отношения к тому, что мы обсуждаем. Это пшат. Мне кажется, Раф Шерки хотел более глубоко обсудить вот эту позицию. Из нее он сделал вывод, что вот это право, оно чисто формальное. Оно нужно для того, чтобы защитить общество. И оно вовсе никак не относится к внутреннему ощущению свободы, к свободе души и так далее. Ну, окей. Хорошо. Ну, тогда идем дальше. Переходим постепенно к религиозному аспекту этого вопроса. Итак, душа человека свободна. Вернемся к нашей схеме. Мы разобрали жесткие законы, детерминизм, предопределение. Теперь разберем другую сторону внутреннее ощущение свободы, которое каждый из нас находит внутри себя и источник, которого очень трудно объяснить. Если бы мы посмотрели себя, мы бы там пришли как раз к выводу, что, несмотря на то, что природа действует как машина, есть жесткие законы физики, но душа человека не подчиняется причинности. И Талмуд в трактате Шаббат выдвигает такой тезис. Она свободна. Это он говорит о душе человека. Шаббат 109а. И, исходя из этого понимания, можно сказать, что человек фактически живет на границе двух миров. Мира полной свободы и мира абсолютного ограничения. То есть, вот такой ответ дает Рафширке. Человек живет на границе. И на протяжении истории было предпринято немало попыток упростить вот эту сложность, это противоречие. И эти попытки можно свести к четырем вариантам. Итак, древнее язычество, позитивизм, спиноза и последний, это наш вариант пророки Израиля. Итак, первая позиция. Древнее язычество считало, что человек действительно свободен, но и вся остальная реальность тоже свободна. То есть, если я ощущаю, что я свободен, то я из этого делаю вывод, что все остальные тоже свободны. Ветер свободен, солнце свободно. И вот это языческое отношение, что все живые, у всех есть личность. В сказках мы видим, что печка переполняется пирожками, человек ей помогает, потом ему печка помогает. То есть, он ко всем относится как к личности, как к свободной личности. И, согласно этой концепции, яблоки падают вниз не потому, что они не свободны, потому что есть закон притяжения, потому что у них желание такое. Я человек, у меня более сложные желания, у меня больше желаний. Яблоко, оно более простое. Создание, у него есть желание сначала расти, приобретать разные цвета, потом падать. Но у него тоже такое желание, просто оно более проще. Так вот, это позиция древних язычников, если задуматься, довольно глубокая и привлекательная. если я чувствую, что я свободен, то и все свободны. Более того, вот эти четыре концепции Рафширки, их еще описывает на языке Торы. У нас есть два начала, это описываемые именами Бога, это Гошем и Элогим. Я тут написал в оригинале, потому что это дословно не перевести. Итак, про Гошем, про четырехбуквенное имя, про него сказано, все, что желает Гошем, делает на небесах и на земле, в морях и во всех безднах. То есть, само понятие трансцендентный Господь, одно из его определений, что он свободен. Он единственный, кто свободен, потому что он не ограничен ничем. Противоположность этому есть Элогим. Это система сил природы, при помощи которой Хошем управляет реальностью. То есть, Элогим это система сил, система законов, которые абсолютно жесткие, то есть, это система управления. И с этой точки зрения, на языке терминов Танаха мы можем определить позицию древнего язычества как Аколь Хошем. То есть, вот эту свободную личность язычник видит как в себе, так и в каждом предмете. Предмете явления природы, с которым он общается. Это, значит, позиция первая. Человек свободен и мир свободен. Все свободны. Вторая позиция, совершенно наоборот, Аколь Элогим, что все это жесткая закономерность. Это учение позитивизма. Некоторые ученые 19 века утверждали, что человеческое чувство свободы это иллюзия, что человек полностью подчинен природе. Наверное, как раз это вот это, когда то, что говорил Пинхас, законы физики развились достаточно, и ученые решили все к ним абсолютно свести. Позитивизм это учение о том, что вся природа открыта для объективного исследования человека. То есть, если мы чего-то видим непонятным, это значит, мы просто это еще не исследовали, не включили вот в эту систему, в которой все взаимосвязано и подчинено законам. То есть, все это природа. И если нам кажется, что личность человека уникальна, то это только кажется. В сущности, человек это машина, которую можно до конца изучить, просчитать и предположить, понять все его дальнейшие действия. То есть, все поведение человека объясняется не душой, а ионными связями в мозге. Мне тебе кажется, что ты кто-то, а на самом деле ты что-то. И вот это вот позиции человек не свободен, но и мир не свободен. Или позиции, что Аколи Лугин. Все вот эта система сил, которая всем управляет. Общим для первых двух подходов является их стремление к единству. Либо все свободны, либо все не свободны. Третья позиция Баруха Спиноза, согласно которой Бог является частью природы. То есть, Барух Спиноза вышел из иудаизма, и там он общался в иудаизме с понятием Хошем, то есть трансцендентная свободная личность. Но он дошел до того, он сказал, что Бог это часть природы, так как Бог это совокупность его атрибутов, подчиненных естественному порядку. То есть, по сути, это вежливый способ сказать, что свободы не существует. Итак, позицию Спиноза на языке Танаха Рафшерки описывает Элогим Хем Хашем. Это немножко сложнее, потому что Элогим оно грамматически во множественном числе на иврите, но по-разному употребляется с другими словами соседними. И здесь вот это можно перевести как Боги с маленькой буквы они Хашем. То есть, силы природы, которые мы видим, что они всем управляют, они одеваются в Хашем. Если ты думаешь, что есть какой-то свободный Бог, то на самом деле это некий закон. Закон природы, закон любви, закон отдачи, закон кармы, то есть, просто ты его называешь, обращаешься к нему по имени, думаешь, что он личность, но на самом деле за ним стоит жесткая закономерность. То есть, свободы нет, а Бог это часть природы. Ну, Раф Шерки приводит Спинозу, но мне кажется, что вот эта позиция, она еще много где проявляется, как в религиях, так и в каких-то других мистических учениях. И, наконец, четвертый подход, подход пророков Израиля и следующих за ним мудрецов Израиля, согласно которому человек свободен. Хотя в природе существует закономерность, это закономерность часть свободы Всевышнего. И, в отличие от учения Спиноза, здесь природа часть Бога, а не наоборот. Сам Всевышний это источник свободы, и он пожелал своим свободным желаниям, чтобы в природе были законы с одной стороны, и с другой стороны в человеке была свобода. И так на языке Танаха эта позиция звучит Гошем Гуха Элогим. Здесь на первом месте Гошем, то есть свободная трансцендентная личность, которая одевается в эти природные закономерности законы физики, силы, которые управляют процессами на земле. То есть за ними, за этими силами, за этими законами инкогнито скрывается личность Бога, то, что называется Гошем. Это позиция «человек свободен, а природа это часть Бога». Таким образом еврейские мудрецы выдвигают весьма значимые утверждения. Действие, которое выбирает человек, действительно исходит из его свободной воли. И поэтому он должен давать отчет за свои действия. Разумеется, есть множество факторов, оказывающих воздействие на человека. Генетика, место рождения, время рождения, исторический период, в котором живет человек, также черпи его характера, наследственность и так далее. Однако все это лишь исходные условия жизни, как в целом, так и каждой ситуации в частности. И когда еврейские мудрецы говорят, что человек свободен, они имеют в виду, что он свободен выбирать свою реакцию на эти факторы. Реакция не предопределена заранее и всегда остается во власти человека. Все эти вынужденные факторы не могут навязать человеку определенную реакцию. Вот это позиция еврейских мудрецов. По-моему, что-то прояснилось из того, о чем мы сегодня беседовали. Ну, замечательно. Это полностью согласен. Здесь это естественно. И мне кажется, что дальше видно, прекрасно последовательство. Можно вопрос? Вот здесь уместно уже спросить все-таки, что вкладывается в понятие мозаль? Мне кажется, понятие мозаль в ответ это сложный очень вопрос. Что именно? Например, известна фраза, что Эль мозаль на Исраэль. Но в Израиле нет этого мозаля. Хотя у других народов есть. А в этом есть пожелание мозальцов. Это все можно обсуждать, но это уж точно никак не предопределение. И уж тем более не рекламенение. И даже не предопределение? Конечно. Окей. тогда тогда а и на дне не определить, что это такое. Это некоторое развитие внешних условий, которое дает нам более хорошую ситуацию или менее хорошую ситуацию, более удобную или менее удобную, или более успешную, или менее успешную. Это вероятности какие-то? Окей. Да. Некоторые осложнения или облегчения внешней ситуации. В данном каком-то раскладе. Я имею в виду это в разрезе судьбы человека, в разрезе одного человека. Там ни мира, ни народа. Конечно. Конечно. Окей. Окей, спасибо. Окей. Вот в чате есть вопрос. Вопрос в чате. Где свобода, если у нас только заповеди? Я в последнее время замечаю, это я делаю, так же делала моя мама или бабушка и так далее. Это пришло из детства, это и школа. Так где свобода человека без всякой связи с заповедями, если действие детерминировано воспитанием? Так что у религиозных людей ничуть не меньше свободы, чем у нерелигиозных. По-моему, это как раз подтверждает то, что мы прочитали, что есть свобода реакции на все исходные данные, на заповеди и так далее. В любом случае, то, что здесь было сказано, Лейн, это вопрос влияния, а не предопределения. То есть семья влияет, школа влияет, все влияют. Влияют не означает предопределяют и тем более не означает детерминируют. Влияние, безусловно, есть. А предопределения даже или детерминирования тем более совершенно нет. Ну и последний раздел на сегодня источник свободы. Источником свободы человека является душа. И свобода души исходит от Всевышнего. Это можно сформулировать так. У Всевышнего есть абсолютная свобода выбора. Как сказано, «Коль ашер хафет аса». Все, что желает, делает. И часть этой свободы он даровал человеку, чтобы человек выбирал для Всевышнего. Когда человек использует свой свободный выбор, то это божественный выбор, который проясняется через человека. Согласно мудрецам Каббалы, человеческое желание это капля божественного желания. Когда божественная свобода обретает форму, она становится источником личности человека. Теперь понятно, почему человек иногда выбирает делать добро, а иногда зло. Потому что Всевышний желает, чтобы в его мире было и добро, и зло. Однако не стоит добровольно брать на себя реализацию божественной воли со стороны зла. Ведь у Всевышнего даже выбор зла соединен с добром. А человек не знает, как свой выбор зла обратить в добро. Существует известный мидраж об уходе Моше Робейна, который разъясняет этот момент. В нем рассказывается, как Всевышний говорит Моше, что пришло время его смерти. И Моше спрашивает, за что ты разгневался на меня? Всевышний отвечает, это на касание за грех увод мере вы. Но Моше отвергает это, утверждая, что Бог его ввел в это действие, спровоцировал. Мидраж продолжает, приводит ряд аргументов, которые предъявляет Бог, объясняя, почему Моше должен умереть. Но Моше отвергает каждый из аргументов. И наконец Всевышний говорит ему, ты убил египтянина, не спросив разрешения у меня. Моше отвечает, а ты убил всех первенцев в Египте, я должен умереть за одного египтянина? отвечает ему. И ты сравниваешь себя со мной, я умершвляю и я оживляю. Можешь ли ты оживлять, как я? Здесь аргументы Моше закончились, и он согласился умереть. Вывод. Отсюда мы видим разницу между Богом и человеком. Убийство, совершенное тем, кто может воскресить, не является убийством. Поэтому, когда человек выбирает зло, это действительно зло, не сбалансированное другой стороной, то есть добром, возможностью исправить его. Поэтому человек за это будет наказан. К Богу, который выбирает зло, это не относится, поскольку в его руках все, он может сделать это, сбалансировать, добро может исправить абсолютно все, вернуть назад и так далее, что человек никак не может, потому что его свобода ограничена. то есть человек способен реализовать как хорошую, так и плохую сторону божественного выбора. Но, когда он выбирает зло, то он делает это, будучи очень ограничен в своих суждениях и возможностях. Поэтому человеку заповедано выбирать добро, а не зло. У меня все. замечательный шерметраж, очень красивый и все очень хорошо сформулировано, так как я знаю, что он закончил. Окей. И, народ, есть у кого-то вопросы, чтобы никого не обидеть? Народ молчит, по-видимому, он не... Ну, да, все-таки на засыпку продолжу вопрос про Мазаль, да, то есть, ну, смотрите, все-таки у Рамхали, по-моему, я встречал, что все-таки есть у человека Мазаль, там, допустим, быть ему там богатым или бедным, или вот все-таки элемент какого-то, какой-то программы с этим понятием ассоциировался. Возможно, я неправильно понял, как ассоциировать. Нет, Вполне правильно. Может быть, действительно, есть предопределение быть богатым или бедным, но совершенно нет предопределения быть праведником или злодеем. Это уж, это как бы классика иудаизма, что богатым и бедным предопределено, а вот праведником и злодеем или как ты выберешь по жизни, это то же самое, это не предопределено, это то же самое, что про реперные точки, То есть, уход в рейдинг предопределен и выход предопределен, а траектория к ним, к сожалению, не предопределена. То есть, Мазарь – это просто перенесение на человека реперных точек с общенационального уровня на индивидуальный. Вот и все. Окей. Вот теперь более-менее складывается. Антон, я хочу сказать, что то, что Пинхов сказал, заострить. Это тоже классика всем известная, правильно? О том, что небеса, но небеса Всевышние, они могут предопределить, заставить человека сделать все. Но что они не могут заставить? Они не могут заставить быть религиозным. Но это опять какие-то красивые, как бы, парадоксы, афоризмы. Почему? Потому что человек говорит, ну хорошо, если хозяин дома не может сделать самое главное, чтобы ты его уважал, ну какой он хозяин в доме? Ну это тоже, по-моему, это на уровне звучит красиво. Но реально-реально, это трудно, как бы, не знаю, во что это вкладывается. Ну, то есть, мы… Ну, если шамаем, хус ми ильят шамаем. Ну, так какой хозяин в доме, если он не может сделать самое главное? Ну, объясни мне. Ну, это как раз неуважение, если ты из-под палки. Это как раз неуважение. Он заставил меня в себе уважать. Тут не говорится из-под палки, либо не из-под палки. Просто говорит, что он не может, и все. Ну, казалось бы, самое очевидное, что должен сделать руководитель организации, чтобы его слушались. Аннатон, не может, а не хочет. Это совсем разные вещи. А, ну, так не сказано, подожди. Ты так говоришь. Да, но это потому, что Бог так решил хус ми ильят шамаем, а не потому, что это действительно вне его воли. Мне кажется, мы не… Вот одну вещь, мне кажется, мы не касались ей, хотя мне кажется, это такая очень важная тема в лудаизме. А именно, что идея наказания, да, и, наоборот, праса награды, а это все релевантно только по отношению к тому, когда человек свободен. То есть, человека невозможно наказать, если он не свободен. А ну спату, человек, который делает это так от онос, то есть, в вынужденных ситуациях, да, и ничего не может сделать. Человеку завязали руки, открыли рот и запихнули кусок свинины. Ну, хорошо, он виноват, что он ее съел. Ну, очевидно, что нет. Ну, и другие более сложные ситуации, правильно? Поэтому вот именно свобода нужна, хозяину нужно, хозяину, да, в кавычках, нужно дать абсолютную свободу человеку, чтобы его можно было наказывать. Иначе ты не можешь его наказать. Ну, так у тебя получается, как будто цель в наказании. Не, ну, награда, не, ну, подожди. Ну, скажи про награду, они будут тебя наказывать. Это шумба, а я, получи награду, нет проблем, надо что-то награду давать. Точно так же. Окей, ну, и награды, и наказания, это некий уровень, который кажется мне слабоватым. Гораздо лучше уровень воспитания и продвижения. Не будет продвижения личности, если нет свободы. Ну, хорошо. Награды и наказания, только часть этого. А продвижение, это развитие личности у человека. Ну, что такое продвижение, ну, что такое продвижение? Хады, я тебя буду все время отбивать, знаешь, пинг-понг. Хадыш, я мейну пикедом. Какое продвижение? Обратно в Ганедовский сад? Ну, конечно, такое продвижение, ну, к светлому будущему. Куда, что такое продвижение? А праведник, который страдает? О, ну, к Богу. Ну, Миша, что такое продвижение к Богу? Послушай, ты хочешь встать на табуретку и быть ближе к Богу? Возьми лестницу, будь еще дальше. Заберись на десятый этаж, небоскреб и так дальше. Ну, мы же понимаем, что это не туда, что это не ближе. Ну, ну, ну. Мне кажется, что мы замечательные закупки. Да, окей. Ну, хорошо. У меня есть вопрос, Петя, Петя, вопрос. Вопрос. Да, 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 Миша, да, пожалуйста. Было написано, что у Бога абсолютная свобода. Это абсолютная свобода векторная величина или действительно абсолютная? Потому что если, так сказать, как бы, по идее должна быть векторной, потому что есть направление. Он не выбирает зло, он выбирает добро. Окей. Но имеется в виду, что есть абсолютная свобода выбирать и выбрал добро. То есть сам себя ограничил, Меркл, в смысле, если хотите. Все замолчали. Все молчавшие замолчали. Ну, хорошо. Хорошо. Да, мне кажется, мы закончили обсуждение на сегодня. И продолжим через неделю. Хорошо? Спасибо. Спасибо большое. Окей. Всем счастливо. До свидания. Спасибо. Пока. Спасибо, пока. Я могу остановить задание.